Совсем скоро каждый сможет проверить свою грамотность. 18 апреля по всей стране, в том числе и в Нижнем Новгороде, состоится тотальный диктант. Кстати, кроме России, тотальный диктант пройдет в 52 странах мира. В столице Привожье писать диктант будут на трех открытых площадках – в Лингвистическом университете, в Университете имени Лобачевского и в Высшей школе экономики. В прошлом году приняли участие около тысячи человек. В этом году мы прогнозируем, поскольку примерно уже знаем, какая площадка, сколько людей может принять, более полутора тысячи человек. Для проведения диктанта в Нижнем Новгороде приглашены 14 диктаторов, так называют людей, которые будут читать текст. Будут актеры, будут журналисты, будут редакторы, будут представители правительства Нижегородской области, Министерство культуры. Ну вот, если в общем. Как признаются диктаторы прошлых лет, читать диктант – задача непростая, но увлекательная. Было очень сложно, потому что люди разных возрастов, люди разных, вообще разные. И с разной скоростью письма, может быть, даже по-разному слышащие. А огромная аудитория, вот, кстати, организатором, да, хочу сказать, очень тяжело читать на большую аудиторию. Хочется, чтобы все услышали это, твоя речь. И, ну, впечатления были, вы знаете, вот самые замечательные. Кстати, в этом году диктатором станет особенный гость – ветеран Великой Отечественной войны. Владимиру Алексеевичу Герасимову 88 лет. Он воевал на 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Освобождал Латвию и Калининград. Не хочется своей силы, конечно, попробовать, вот, как мы получим своих детей. Ну, кажется, ветераны – это люди все грамотные. Они получили образование еще в Советском Союзе, где самое лучшее образование в мире было. Кстати, каждый год авторами текста «Тотального диктанта» становятся разные писатели – Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Робина. В этом году текст написал питерский литератор Евгений Водолазкин. Он лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна», автор нескольких романов. Темой сочинения «Тотального диктанта» стал российский быт начала 20 века.